Продолжение следует... Продолжение следует... Мама, очень скоро вы убедитесь, что у нее нет ни одной своей мысли, ни одного своего слова. Я повторяю вам, я создал ее из рыночных отбросов. И теперь эта гнилая капустная кочерыжка разыгрывает тут перед нами знатную леди. Милый, может быть, ты все-таки присядь? Мама! Сядь, я сказала! Хорошо. Теперь вы, наверное, меня совсем забудете, полковник Геннадий. Ведь ваш эксперимент обучил. Не нужно об этом говорить как об эксперименте. Мне это больно слышать. Так, я всего лишь гнилая капустная кочерыжка. Нет, это не так. Кстати, мне было очень больно, если бы вы меня забыли. И дело совсем не то, что вы купали мне наряд. Именно благодаря вам я научилась быть леди, вам что и профессор Хилиса мне в этом не удалось. Как? Ну ведь именно он научил вас правильно говорить. Мне такая работа не по силам. Да, но с его профессией. Вот черт! А знаете, знаете, когда началось моё воспитание? В тот день. В тот день, когда я впервые пришла на выпуск 3-й, так и полковник назвали меня... Мисс Дульта. Именно тогда я начала уважать меня. Боже мой, это такие пустяки. Да, но они говорили о том, вот вы, например, никогда не снимали при мне ботинок в столовой. Не обижайтесь за это нахивнице, он их снимает повсюду. Да, я знаю. Я знаю, я не скажу, что для меня было так важно, чтобы вы этого не делали. Знаете, разница между леди и цветочницей заключается не только в умении правильно говорить или правильно одеваться, ведь этого же можно получить. А именно в том, как ведут себя с ней окружающие. Только, может, профессор Хивицы, я навсегда останусь цветочницей. А с вами, Волгон, с вами я могу быть леди, потому что вы вели себя и будете вести себя самая, как сметь. Ядрик, пожалуйста, не скрежи зубами. Мне это очень приятно слышать, мисс Дулитова. У меня есть собственная душа. Собственная искра божественного дня. Черт возьми, Лиза, я привык к вашему голосу, к вашему виду. Они мне даже нравятся. У вас есть записи о своем голосе, но мои фотографии, весь вам стоит искушать. Вы слышите записи? Ну, у меня, по крайней мере, нет сердца, и я не причиняю. Боже. Но я не услышу вашей души! Оставьте бы вашу душу. На лицо и голосы веройте с собой. Они не вы. О-о-о-о! А вы настоящий дьявол! И сколько раз миссис Кирска подтверждала меня, она хотела у тебя от вас. А вы всегда, всегда находили повод ее остать. У тебя на вас нисколько не интересует. Так же, как не интересую вас я. Меня интересует человеческая природа и жизнь, и частица этой жизни, которая бы встречалась на моем пути, и в которую я вложил собственную душу. Чего вы еще от меня хотите? Я хочу? Я хочу быть безразлична к тому, за кого безразлична я. Вы называете меня бездушным, потому что не вы не купите тем, что подавали мне туфли? Или если это отвратительное зрелище, когда женщина подает мужчине туфли? Вы немного выверли мои глаза, как и швырнули этими туфлями мне в петя малию. Хотите вернуться, возвращайтесь ради настоящей дружбы. Если вы будете сравнивать свои собачьи парки, типа подавания туфель, с тем, что я сотворил из вас, герцогению Элизу? А зачем? Зачем вы сотворили из меня герцогению Элизу, если я вас не интересую? Это ведь это же мать-то, как будто. Даже не подумали. Сколько беспокойств вы причините мне это? Беспокойств? Элизу, мир не был бы сотворен, если бы его творец боялся кого-нибудь обеспокоить. Не замечали вы этого? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!